И оправиться от нее, и жить так, как мы жили раньше, мы не сможем уже никогда. Погибла маленькая девочка, ребенок, наша дочь. В одночасье рухнули все наши мечты, планы. Весь наш привычный уклад жизни просто перевернулся с ног на голову. И наша скорбь, конечно, она не сопоставила ни с чем. И сейчас мы отдали бы, наверное, все на свете для того, чтобы увидеть визинку, хоть на них живое. Существу, которое забрало ее у нас, которого, к сожалению, я не могу назвать человеком, не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Главное его теперь судья – это будет Господь. Сейчас сложно сказать, что привело его к этому чудовищному деянию, травме из детства или какое-то психосоматическое состояние. Нам сейчас это уже не важно. Сейчас мы знаем одно, что мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети также находятся в опасности, пока ходят одни. Сейчас, оглядываясь назад и делая выводы, исходя из нашей трагедии, хочу подчеркнуть – таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных, небустроенных мест, которые также подстерегать, может быть, опасность, тоже не должно быть. Надзор за ними осуществляется очень слабо. Строгое наказание, которое вынес судья, лишний раз доказывает нам об этом. Мы неоднократно наблюдали по истории рецидива Туватина, что после более мягких приговоров он не вставал на путь исправления и, наоборот, усугублял свою жизненную позицию и, наконец, привело все это к убийству. Отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые занимались поиском Лизоньки, которые поддерживали нашу семью в тяжелые моменты и проявили самое искреннее участие и впоследствии помогали с вопросами благоустройства. Также хочу поблагодарить адвоката Александра Бакшеева за отличное юридическое содействие, грамотную и взвешенную позицию, и что нас умело донести до общественности, что все происходит в рамках правового поля. Это помогло сгладить конфликтную общественную ситуацию, сгоревшуюся в сарапке прошлой осенью, и не допустить повторения подобных событий. Также хотела бы выразить слова благодарности сотрудникам полиции, следствия, прокуратуры за образцовую работу по расследованию этого ужасного преступления. Также судье Гоглевой Светлане Викторовне за справедливый приговор для этого субъекта, а также представителям всех СМИ. Спасибо вам большое за то, что держали это дело на своем контроле. На данный момент мы, конечно, продолжаем бороться с страшными путями к школам. Наша группа также продолжает с МСМ заниматься. Расспектируем, ходим, пишем обращения. Я думаю, что мэрия пойдет нам навстречу и сделает решительные действия по сносу и облагораживанию этой территории, чтобы не допустить в дальнейшем таких трагических случаев. Впоследствии хочу сказать, берегите своих детей, обнимайте их почаще, интересуйтесь их личной жизнью, чтобы они всегда чувствовали себя счастливыми. Спасибо. С сегодняшним приговором Батя приговорил к положительному решению свободы. Мы хотели бы отметить, что судья Бога и Светлана Викторовна очень профессиональный был процесс. Она не допустила затягивания процесса. Мы очень благодарны за это. Также хотелось бы отметить то, что прокурор, который отстаивал обвинения в данном процессе, Череповский профессионально поддерживал обвинения и подготовил прекрасную вещь к приеням. Это большая редкость на самом деле, когда прокуроры так ответственно подходят к процессу и с точки зрения профессионального, и с точки зрения человеческого отношения к процессу. Также мы хотели бы сказать, что многие считали, что мы добьемся пожизненного решения свободы. Ну, такие разговоры были. Но нам удалось в этом процессе победить. И я считаю, что с юридической точки зрения, это наша победа, но вот именно человеческую часть какую-то я хотела бы, наверное, попросить, продемонтировать маму и музея по всем этим моментам. Страшная прагедия произошла. Можно я вам вот так вот сделаю? Спасибо.